Становятся известны новые подробности шокирующего преступления в Подмосковье, где жертвами жестокой расправы стали двое маленьких детей и чуть не погибла их мать. Четырехлетнего мальчика и девятимесячную девочку убил их собственный отец, о котором до этого все отзывались как о приветливом, совершенно не вызывающем никаких подозрений молодому мужчине. На допросе он заявил, что он накануне употреблял наркотики. Что могло толкнуть на чудовищный поступок, выяснял Георгий Алисашвили. Все произошло здесь, в этом доме на окраине Подольска. Семью Миловановых в подъезде толком никто не знал. Известно, что совсем недавно они переехали сюда, из Таиланда. На лестничной клетке еще видны следы крови. Глава семьи, 30-летний Дмитрий Милованов, сначала расправился со своими детьми. Четырехлетнего сына Илью и дочь Ксению ей не было и года. Он зарезал ножом. После этого напал на жену Татьяну. Ей, раненый, удалось вырваться к соседям. В это время Дмитрий пытался покончить с собой. Помешали подоспевшие полицейские. Соседи говорят, очевидных мотивов для шокирующего преступления у Дмитрия не было. Это была обычная молодая семья. Нормально. Все как обычно. Любящая друг друга пара. Татьяна Милованова вела несколько блогов в интернете. Последняя запись сделана вчера. Это рисунки сына Ильи. На своих страницах она делилась с друзьями, семейными фотографиями и много писала о любви к мужу. Жила в Тае, Панган, Самуи. Сейчас мы в Москве. Жена лучшего мужа, дважды мама. Есть чудесный сыночек и лапочка дочка. Дмитрий Милованов задержан. На допросе он сразу же сообщил следователям, что решение об убийстве семьи не было спонтанным. На допросе следователя обвиняемый сообщил, что якобы запланировал это убийство еще неделю назад. Поскольку в семье возникли материальные трудности. Также он планировал покончить жизнь самоубийством. Однако знакомые Милованова, говорят, не замечали, что семья страдает от безденежья. Супруги работали в туристической сфере и долгое время жили за границей. Я отдыхал на острове Самуи в Таиланде. Я остеопат. Специалист по физической реабилитации. И через знакомых, эти ребята, они меня нашли. Таня была беременна, и у нее болела спина. И они попросили, чтобы я позанимался с ними и с ребенком. У них уже был один ребенок маленький. И мы там встретились на этом острове, я с ними позанимался. И мое мнение, я даже не могу представить, почему это могло произойти. Потому что они были, в общем-то, обычной такой счастливой, беззаботной семьей. В квартире, где произошла кровавая драма, следователи обнаружили наркотики. Задержанный Дмитрий Милованов не отрицает. Он их принимал. В ближайшее время будет проведена психиатрическая экспертиза. Дмитрию Милованову уже предъявлено обвинение в убийстве. Георгий Сашвили, Виктор Семин, Юрий Шолмов, Наталья Витовка, Первый канал.